Теперь, что касается Азербайджана. Это связано с Россией ТОР. Потому что, как вы знаете, Россия представлена сегодня в Азербайджане своими так называемыми миротворческими, а на самом деле оккупационными силами. Что бы я хотел сказать по поводу ситуации в Азербайджане? Я уже говорил о том, что Вторая Карабахская война была начата с подачи Путина. Ведь Илхам Алиев, а до него его отец, Илхам Алиев 17-18 лет, а до этого его отец 10 лет, терпеливо ждали, когда можно было бы начать освободительную войну и очистить свою территорию от оккупантов. То ли армянских, то ли российских. Это не имеет большого значения. Так вот, отец так и не дождался, отдал концы. Сын 18 лет ждал сигнала от Путина. Хотя, вроде бы, он хвастался тем, что создал самую, что-то не высокопрофессиональную армию в этом регионе. Я верю, что действительно, азербайджанская армия за последние 10 лет совершила огромный прыжок в оснащении, в подготовке, в целом в развитии, в своем развитии. И, конечно, это произошло. Такая армия в истории Азербайджана существует сегодня впервые. Это, безусловно, так. Но, как вы понимаете, имея даже такую армию, Илхам Алиев никак не мог начать освободительную войну. Потому что он прекрасно понимал, что Россия является, во-первых, сопредседателем Минской группы. И в качестве сопредседателя Минской группы, там все договорились, там все Соединенные Штаты, Франция, Армения, Азербайджан. Все одним единогласно согласились с тем, что военного решения конфликта нет. И поэтому, безусловно, Илхаму Алиеву никто бы не позволил, в первую очередь, безусловно, Россию. Она бы не только его остановила бы. Она бы применила даже силу, чтобы остановить азербайджанскую армию. Но что произошло? Произошло то, чего Путин совсем не хотел. А именно, армянские избиратели, вопреки желанию Путина, проголосовали за Никола Пашиняна, который выдавал на своих митингах себя за демократа. За европейский мыслящего. За стремящегося в Европу. А это, сами понимаете, Путину совсем не могло понравиться. И они таки выбрали его. И вот, когда они игнорировали мнение Москвы, в Кремле решили наказать не только Пашиняна, но и армянских избирателей. Тем самым доказав Армении, что Россия раскладывает карты, раздаёт. И вы не смеете действовать вне воли России. И они это продемонстрировали более чем красочно. Картина Маслова. Он вызывает, или говорит по телефону, или у них, когда есть особая связь, вполне возможно, что есть резиденты, через резидентов, через послов. Но, во всяком случае, я нисколько не сомневаюсь, что между Владимиром Путиным и Илгавом Алиевым состоялась тайная сделка. И эта сделка была заключена, я думаю, ну минимум за месяц до начала военных действий. Потому что, дело в том, что всё это требовало времени, чтобы разработать по деталям. И штабу российских вооружённых сил, чтобы манипулировать. И штабу, так сказать, генеральному штабу Азербайджанской армии. Чтобы распределить все роли, поставить конкретные задачи. И определить по датам, когда кто что берёт. Потому что всё это было обусловлено в устной договорённости между Владимиром Путиным и Илгавом Алиевым. И там же, и тогда же, были оговорены условия этого. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Дело в том, что, как я уже сказал, Владимир Путин ставил перед собой задачу наказать Армению как супругу, которая изменила ему. А как он мог соблазнить? Он сам не мог наказать. Он должен был найти инструмент наказания. Чтобы даже тень не упала на него. Хотя тень упала, причём большая тень. Я думаю, что эту тень видит сегодня и в Армении. Так вот. Но чисто формально он использовал Азербайджанскую армию. Для того, чтобы наказать Армению. И вот в этом заключалась выгода для Илгава Алиева. Но и тут, как Илгава говорит, у меня, говорит, близкие отношения с Владимиром Путином. Он, видимо, это имел в виду. Он проговорился. Так вот. Именно эти близкие отношения Владимира Путина и Илгава Алиева позволили им согласовать такую вот тайную сделку. По возвращению семей оккупированных, скажем, Армении. По, опять же, разрешению России в своё время районов Азербайджана. Но Владимир Путин поставил жёсткое условие перед Илгавом Алиевым. Хан Кянди, или как в Армении его называют, Степан Акерт, не берёшь. Именно тогда я понял, когда он вдруг неожиданно. Илгав Алиев за 43 дня, за 42 дня боёв захватил, практически вернул все захваченные территории. Он дошёл до Хан Кянди и резко дал команду своей армии стоять и вернуться назад. И это мне уже говорило о том, что ему напомнили о договорённости и сказали, это красная линия, которую ты перейти не имеешь права. Иначе, он видел наказанную Армению, он знал, что иначе и он будет наказан, как Пашинян, и он будет наказан, как Армения. То есть Азербайджан будет наказан. Именно это подбегает. Но тут есть ещё другая причина, о которой я неоднократно говорил. Вы все прекрасно знаете, что семья Алиевых, семья Пашаевых, они сконцентрировали огромные свои состояния именно на территории России. Это и бизнес, это и отели, и недвижимость, и так далее. Я на этом не хочу долго застревать, потому что об этом известно всем. А кто не знает об этом, тот узнает сегодня. Так вот, это был второй крючок, на который поддел очень аккуратно, значит, ефрейтор Путин, рядового Илхамалиева. И поддел хорошо, здорово, потому что, в общем, деньги, деньги говорят сами за себя. Именно поэтому он и остался. Я хочу теперь довести до сведения азербайджанцев, что, в общем-то, они знают моё мнение о том, что российская армия вошла в Карабах не на один год, не на пять лет, и даже не на десять. Она вошла туда на долгие-долгие, может быть, десятилетия. И это будет зависеть не от желания Азербайджана или Илхама Алиева. Это будет зависеть от ситуации в Кремле. Это будет зависеть от того, кто придёт на смену Владимиру Путину. Но об этом ещё долго можно говорить. Но исторически, там, где ступала российская нога, то есть российский собок ступал, оттуда Россия не уходила добровольно. То есть она могла уйти только вынужденно, в силу каких-то стратегических обстоятельств. Так вот, поэтому азербайджанцам необходимо знать, что, во-первых, Илхам Алиев пошёл на открытые предательства интересов Азербайджана. И согласился на сделку, вот эту вот тайную сделку с Путиным. Семь районов взамен на горной части Карабаха. Это что вы знали. Теперь, у многих может возникнуть вопрос, что какие основания у России загробастать эту территорию. Ведь, в общем-то, миротворческие так называемые силы, они не обладают даже никаким мандатом. И тем более Организация Объединённых Наций. Я не думаю, что Организация Объединённых Наций выдала бы мандат этим миротворческим силам, в кавычках, без согласия других двух сопредседателей Соединённых Штатов и Франции. И я думаю, что они такому согласию не дадут. Это говорит многим о том, что, в общем-то, Россия находится там на птичьих правах и не сможет долго задержаться. Ошибаетесь. Дело в том, что Россия, то есть кремлёвские политики, в данном случае Владимир Путин и его ближайшее отружение, они прекрасно понимают, что самостоятельно, своими силами, они забрать эту территорию не смогут и, в общем-то, оформить это юридически не смогут, если только власти Азербайджана добровольно, принудительно не подарят эту землю Российской Федерации. И не надо смеяться над моим предположением, над моим прогнозом, но в одно прекрасное утро, может быть, я до этого и не доживу, но дай Бог, чтобы многие из вас дожили, вы проснётесь точно так же, как вы проснулись в ночь с 9 на 10 ноября, когда вы узнали о том, что Илхам Малиев подписал трёхстороннее соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном. Вот точно так же в одно прекрасное, в кавычках, конечно, утро, вы проснётесь от заявления Илхам Малиева, который любит встречать, или его преемника, соплеменника, сородича, не имеет значения. Они любят стучать себя по груди и говорить, только я знаю, когда и что надо делать. Запомните. И они объяснят это народу, он или они, не имеет значения, объяснят это народу азербайджанскому таким образом, что давайте рассуждать, мол, здраво. На этой территории нет ни одного азербайджанца. Мы не можем туда поселить азербайджанца, потому что из соображения их безопасности мы не можем отвечать, что они не падут жертвами, так сказать, террористов, сепаратистов. Население этой территории состоит только из этнических армян. И тем более, что большинство из них приняли гражданство России. Теперь, уважаемый народ, объясните мне, как мы можем управлять такой территорией? Ведь они нам не подчиняются. Вы понимаете? Исходя из этого, мы приняли решение по передаче во временное, может быть, скажем, лет на 50, на 49, управление Россией этой территорией. Вот примерно под таким соусом вам когда-нибудь, Вадим, каждый день преподнесут сокращение территории азербайджанцев. И это будет вторым государственным преступлением, совершенным Илхамом Алиевым. И имейте в виду, что это вам могут преподнести точно так же, как в свое время в Советском Союзе преподносили добровольное воссоединение, скажем, Украине, добровольное воссоединение Белоруссии, Грузии, Азербайджана и так далее. Это любят в России. Преподнямина, что добровольно присоединились к нам. Или даже воссоединились. А воссоединились говорит о том, что когда-то эта земля принадлежала России.